МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это председатель управления ООН Руслан Садбекович Инсибаев. Добрый день. Руслан, я знаю, что ты стоял основателем, я побоюсь этого слова, потому что на это могут претендовать другие, но один из разработчиков электронного правительства. Я знаю, что это нелегко удалось. Это очень тяжелая работа была. В том числе один из клиентов ваших, я сам являюсь методом тыка, изучал все это. Для меня это тяжело. А для молодых, у меня в руках полтора года, он прямо полтора года, откуда он хватает все эти вещи. Может быть, специально приспособленная техника для будущих, наверное, для молодых, как вы, перспективных молодых ребят. Поэтому мне хотелось бы знать, остановился бы ты на этапах развития электронного правительства? Конечно же. Нужно сказать, наверное, начать с того, что электронное правительство Казахстане начало развиваться с 2004 года, когда глава государства впервые обозначил такую задачу. И с того времени мы приступили к формированию. Первые этапы были направлены на то, чтобы создать саму инфраструктуру. Это такие базовые компоненты, как государственные базы данных, централизованные. Это как портал и шлюз электронного правительства, удостоверяющий центр. Вот именно создание такой централизованной архитектуры является преимуществом казахстанской модели электронного правительства. Некоторые другие страны пытаются создавать свои проекты отдельно. Отдельные госорганы сами создают отдельные компоненты. И это становится все очень дорого, и очень много времени на это все уходит. Вот наше преимущество именно наличие такой единой централизованной инфраструктуры. Если теперь говорить про этапы... Ну, тоже бы начинали вначале каждый министерство самого по себе. Это было до. Верховный суд, ты помните, одним из первых начинал эту работу. Чтобы дальше не усложнять эту проблему, как раз в 2004 году была обозначена программа электронного правительства, чтобы собрать все эти инициативы, разрозненные госорганами, в единую государственную программу. Программу формирования электронного правительства. В программе были обозначены четыре этапа развития именно электронного правительства. Это мировая модель, предусматривающая четыре этапа. Информационный этап, интерактивный этап, транзакционный. И четвертый называется трансформационный этап или интеграционный этап. Это более высокий, да? Это считается самым высоким уровнем развития электронных государственных услуг. Информационный – это когда в единой точке, в единой сайте, скажем так, доступна информация по всем государственным услугам. Регламенты, куда нужно пойти, какие документы нужно собрать, время работы каждого госоргана. Раньше даже этой информации не было, люди не знали, куда пойти, что получить. Теперь, когда мы эту информацию собрали, в одном месте уже облегчилась жизнь, скажем так, граждан. Следующий этап – это интерактивный. Вот с шестого года, когда мы шлюз электронного производства запустили, у нас пошел уже интерактивный этап. Что он предполагает? Это уже возможность получать какие-то справки из государственных баз данных. Вы подаете запрос и получаете взамен справку. Распечатываете ее и предоставляете, допустим, в банк. Если вот про этот этап немножко остановиться, то надо привести примеры самых популярных справок электронных. Это адресная справка, справка о наличии. Раньше я помню, надо туда идти, стоят в очереди. Вот, например, справка о недвижимости. Вообще на сегодняшний день выдано в электронном виде 90 миллионов уже таких услуг. 90 миллионов? 90 миллионов услуг выданы с момента запуска в электронном виде. Если, допустим, справка о недвижимости, уже около 16 миллионов таких справок выдана. Раньше, чтобы такую справку получать, нужно было три дня ждать, пока госорганы обрабатывают информацию. Человеку нужно было ее в день в день получить быстрее, потому что тогда бум недвижимости, квартиры продаются, покупаются. Все равно у нас времени хватает. А теперь, получается, эту справку нужно просто домой на компьютер зайти, ввести свой ИН, распечатать, уже без какой-либо печати или подписи госоргана предъявить в банк, банк ее принимает. Потому что в справке есть специально защищенный бар-код, есть уникальный номер, по которому можно проверить действительность и уникальность этой справки. Или если человек не имеет возможности со своего компьютера, у него компьютера нет или компьютерная грамотность низкая, он может в СОН прийти. Раньше в СОН тоже принимали документы, курьером отправляли госоргов, но благодаря именно электронному правительству в СОН теперь услуги тоже быстро оказываются. Мы вообще рассматриваем Центр обслуживания не раздельно от электронного правительства. Это все единое целое. Благодаря именно технологиям, благодаря электронному правительству и в СОН тоже получилось. Я должен заметить, что большую работу провел Аскар Жмагалин. Конечно. Особенно премьер-министр Карим Асимов. Я вот помню как раз об этих фактах говоришь, мы ездили в СОН и ездили с участием премьер-министра. Я тоже помню, когда мы впервые только запускали, как мы переживали, вот это была первая наша, скажем так, ласточка. Сегодня это уже обыденная жизнь любого гражданина, правильно? В СОН уже все знают, что такое СОН. Особенно, я понимаю, я явно болею. Она начинала по СОН, да. Нерв потратил на это. Я вот это помню хорошо по этому времени. Сейчас это, молодым сейчас скажешь об этом, не поверят они. Да. Ну, в принципе, не так давно это началось все, да. Вот я говорю, в 2004 году впервые сказали об этом, в 2006 году информационные услуги, в 2008 году вот эти интерактивные услуги, в 2007-2008 год. И уже в 2009-2010 год у нас появились транзакционные услуги, это третий уровень развития электронного производства. Транзакционные – это когда не только запрашиваем информацию и получаем в ответ, а в результате оказания услуги происходят какие-то изменения в базах данных. Например, регистрация бизнеса. Чтобы компанию зарегистрировать, нужно было 30 дней для бизнесмена. Он собирал 10 разных документов, ходил в налоговый комитет, в агентство статистики, в департамент юстиции, еще в различные организации, и на это уходило 30 дней. Сейчас опять же через портал заполняется единая форма, она рассылается по всем базам данных, в базах данных вносятся изменения. Где-то БИН присвоится, где-то в налоговый учет компания станет, где-то на статистический учет. Это изменения в базах данных. И компания сейчас регистрируется в течение нескольких часов, вместо 30 дней. И никакой документ не нужен, просто вводите свой ИИН в учредителя, и вся информация проверяется в базах данных. Уже с момента запуска около 60 тысяч компаний, вот начиная с начала 2013 года, 60 тысяч компаний зарегистрировались онлайн через портал электронного производства. Это именно вот такой транзакционный, когда в результате одной услуги какие-то изменения в базах данных. Или, например, оплата услуг, это тоже изменения в базах данных. Оплата налогов, штрафов, пошлин за государственные услуги, это тоже услуги третьего этапа транзакционного. И четвертый этап – это трансформационный, когда уже происходят кардинальные изменения в бизнес-процессах. Вот тут же регистрация бизнеса, я уже приводил пример, это относится к трансформационному этапу, когда кардинально меняются процессы, кардинально сокращаются документы, сокращается время оказания услуг. И причем в трансформационной услуге – это когда несколько услуг объединяется в единый комплекс услуг. Раньше это были отдельные услуги. Отдельно в статистику зарегистрироваться, отдельная услуга, отдельно в налоговый идете, регистрируется отдельная услуга, отдельно в департамент юстиции. Мы теперь их объединяем и становится одна услуга. Например, то же самое регистрация рождения ребенка. Она состоит тоже из нескольких процессов. Сначала в роддоме регистрируется факт рождения ребенка, потом нужно в ЗАГСе зарегистрировать, свидетельство о рождении получить. Далее нужно получить пособие о рождении ребенка. Нужно поставить ребенка в очередь в детский сад. В садик. В садик, да. Это тоже каждая услуга была непрозрачная, проблемная, много времени тратилось на это. Ну, была подвержена коррупционным факторам. Где-то нужно было, люди даже приходилось заплатить, чтобы быстрее в очередь стать, допустим. Сейчас это все единая услуга. Опять же, как регистрация бизнеса, заполняется одна форма, и сразу ребенок становится на учет в ЗАГСе, пособие по рождению ребенка начисляется, если указан номер карточки родителя, платежной карточки, и становится на учет ребенок. И дальше через портал можно отслеживать его очередь в детский сад, ну, или посмотреть пособие, получили или нет. Все, чтобы это все заработало, требовалось очень много интеграции. Не только с госорганами, но и с банковскими системами, допустим, по учению тех же. Сложно было с ними, да? Первое время было с банками, первое время было сложно. Знаешь почему? Потому что вы же знаете, что сегодня банки, они не регулируются гражданским кодексом самостоятельно законно, а банки и банковские деятельности немножко, может быть, связано было с этим было, или что там? Ну, я хочу сказать, что в последнее время у нас уже наладилось очень хорошее конструктивное взаимодействие. Вообще, Насбанк сейчас работает над единой своей стратегией цифровой, цифровых изменений, модернизацией своей деятельности, совершенствованием финансовой системы. И мы, я бы уже хотел перейти к следующему, то, что мы планируем, какие функции уже реализовать в этом году. Ну, вот благодаря, вот, Руслан, хотел бы у тебя спросить, вот есть специальные рейтинги, есть Организация Объединенных Наций, она определила, и мы какой мы сегодня занимаем, благодаря вашей активной работе? На сегодняшний день Казахстан занимает 28 место в мире, это 192 страны мира в этом рейтинге участвуют. Мы в 30-ку вошли. Мы уже вошли в 30-ку по электронному правительству. Индекс электронного правительства, это тоже такой комплексный индекс, он состоит из трех показателей. Это индекс онлайн-услуг, то есть сколько услуг оказывается в электронном виде, сколько сокращено документов, это все один показатель. Второй показатель, это развитость инфраструктуры доступа, интернет, широкополосный доступ к интернету. И третий показатель, это уровень компьютерной грамотности. Это очень важно. Да, учитывая все эти три показателя, мы занимаем 28 место в мире. Если брать отдельный индекс по онлайн-услугам, мы там выше даже, мы в прошлом году 14 место занимали, именно по индексу онлайн-услуг. У нас, если так, мы действительно очень хорошо изучаем мировой опыт. И посмотреть на другие страны мало, где вот так централизованно, комплексно подходит именно автоматизация госуслуг, где кардинально сокращаются бизнес-процессы, где исключается участие человеческое, участие человеческих факторов. У нас очень хороший опыт в этом плане. Еще вот рейтинг, я сейчас забыл, какой рейтинг вы занимаете, Сингапур второе место в мире. Что за рейтинг такой? Это такой, это индекс онлайн-участия называется. Правда, это было в 2012 году, второе место, да. Все страны развиваются. В 2014 году мы несколько опустились по этому индексу, но тоже мы входим в 30-ку, конечно же. Этот индекс предполагает, каким образом люди, открытость правительства предполагается, благодаря блок-платформе. Вы же знаете, каждый госорган обязан отвечать на обращения граждан, которые не требуют какой-то авторизации. Люди могут просто написать жалобу какую-то или предложение в госорган, и госорган обязан ее рассматривать. Это показатель открытости государства, открытости правительства. И мы видим, что через блок-платформу более 300 тысяч обращений по результатам прошлого года поступило, и практически все они были отвечены. То есть по всем гражданам получили те или иные ответы. Это вот показатель открытости индекса электронного участия. Я специально задал этот вопрос, почему? Когда мы сраним с Сингапуром, там, можно сказать, исключена коррупция. У нас все еще это существует, это вот с введением электронного правительства какие-то подвижки, направленные на искоренение преступности, именно коррупции. А ждать или нет, чтобы не было прямой связи с людьми, к которым мы обращаемся. Одно из самых главных предназначений электронного правительства – это сделать процессы взаимодействия граждан с государственными органами, с госслужащими, наиболее максимально прозрачными. То есть искоренить возможность коррупции. И действительно у нас есть хорошие уже результаты по этому направлению. Как я уже говорил, допустим, справка о недвижимости. Ежегодно выдается десятки миллионов таких справок. Раньше она выдавалась, как я уже говорил, три дня. Чтобы ее получить побыстрее, в течение дня или нескольких часов, люди за нее платили. Причем очень немаленькие деньги. Платили посредникам. Это теневой сектор. Сейчас такой необходимости нет. Вы в Соне или на своем компьютере быстренько в считанные секунды получили. Это уже не часы и не минуты в секунду получаете со своего компьютера. И, соответственно, никому не выплачиваете. Это был огромный объем теневой экономики раньше, когда не было электронной услуги. То же самое по электронным лицензиям. Очень многие лицензии были подвержены фактору, когда за лицензии платили деньги. Сейчас все переведено. Вся разрешительная система переведена в электронный формат. Каждая заявка отслеживается. Видно время ее оказания. Сокращены ненужные документы. Это тоже убрало возможность нечестного заработка по этим услугам. Вот, Руслан, еще один такой вопрос. Я помню, глава государства, Руслан Абишназарбаев, был в 2000 году, кажется, я сейчас не помню, на память, в Сингапуре. Мы этот опыт изучали. Экспортные и импортные операции в течение 15 минут проводятся. У нас месяцами уходят на это. Потом мы побывали, если вы помните, побывали в вашем работе, побывали мы в Малайзии. Там где-то часа три на все это уходят. После этого я сделал депутатский запрос правительству. Многие министерства не хотят отдавать свои полномочия общедоступные именно электронные правительства. Сегодня вот, я еще раз хочу обратить внимание, экспортная, импортная операция, какая поддержка идет. Да, экспортные и импортные операции предполагают, опять же, много разных процессов. Нужны какие-то лицензии на продукцию, которую, допустим, хотите завести, разрешение на ввоз или на вывоз, на экспорт или импорт. Нужны с тех же санитарной эпидемии, санэпидемистанции, из других различных организаций. Каждая вот такая лицензия, она требовала много времени получения. И было участие, человеческое участие. По поручению главы государства мы в прошлом году завершили оптимизацию и автоматизацию всей разрешительной системы. 522 разрешения уже автоматизировано. В два раза сокращено время оказания услуг. И в два раза сокращено. Около 1600 документов просто исключили. Не надо. Вот если в целом по 522 разрешению смотреть, 1600 документов исключили. Заменили их на запросы в базы данных или просто не нужно. Иногда были такие документы, которые вообще не нужны были. А людей заставляли их где-то собирать, искать и время на это тратить. Вот именно по этой части мы уже имеем возможность по импортно-экспортным операциям сократить время оказания. Но там еще есть другие компоненты. Таможенная очистка. Таможенные процессы. Процессы связанные с фискальными функциями и так далее. Вот сейчас такая работа нами проводится. Я думаю, в ближайшее время... Я знаю, что одно время поручили. Последнее время поручили Министерство финансов, я помню. Ну, потом я слышу, что мне же со мной сейчас... Многие чиновники не хотят со мной делиться. Потому что, знаете, что я слух об этом могу сказать. На всю страну боятся. Раньше они со мной делились. Теперь не хотят делиться. Но я знаю, что некоторые министерства не хотят отдавать свои поднабочия. В общем смысле. Но неужели вот так нельзя ударить по столу и сказать, что вот давайте... У нас вот отличный пример. Еще раз я хотел просто пример привести. Именно проект электронное лицензирование. Автоматизация разрешительной системы. Была создана рабочая группа. Руководил ее вице-премьер Урумбаев. И с каждого госоргана были определены вице-министры ответственные. Они, по сути, подписывались и отвечали за то, чтобы была проведена максимальная оптимизация и автоматизация. Хоть и, да, действительно, такие факты, как вы говорите, есть. Но мы проделали совместно в рамках этой рабочей группы большую работу. Оскар Павлович проводил с каждым вице-министром вот такие рабочие встречи, где мы детально каждый документ рассматривали. Они, по сути, пытались доказать, что этот документ нужен. Мы коллегиально от многих отказывались. Говорили, есть в базе данных такая информация, давайте заменим. Или вообще не нужен этот документ. И мы вот практически два раза сократили. Благодаря именно такой высокой поддержке на уровне главы государства, на уровне премьер-министра. Руслан, ты берешь. Какие виды услуг вы все-таки оказываете сегодня, чтобы наши телезрители об этом знали? Потом этот поиск, где можно взять электронный ключ, где можно зарегистрироваться. Все это можно донести до наших телезрителей? На сегодняшний день на портале электронного правительства доступно 215 электронных услуг. И, как я уже сказал, 522 услуги разрешительные. Вот именно лицензии. Это для бизнеса. Вот поиск. Как их находить? На портале электронного правительства вы заходите. Есть портал, разделяется на... Я же должен вначале. Зарегистрироваться должен, да? Ну, информационные услуги можете просто не зарегистрироваться. Просто прочитать, посмотреть. Регламенты услуг, да. Чтобы получить уже интерактивные транзакционы, нужно зарегистрироваться. Регистрация очень простой механизм. Там нажимаете, введите IN, потом пароль, ну и какие-то некоторые данные. И вы там регистрируетесь. Вам на e-mail приходит код, и вы его там вводите. Ну, мне говорят, только на год даем. Да. Теперь, чтобы услуги получать, некоторые услуги интерактивные, справки, нужно иметь электронно-цифровую подпись. Вот это важный компонент, это аналог собственной ручной подписи. Когда вы приходите в госорган, вам же просто так, вы просите, и вам же просто не дают какую-то справку, всегда просят подтвердить, там, подписью заявление подписает, удостоверение свое показать. ЭЦП заменяет удостоверение и обычную ручную подпись. Вот, чтобы получить это ЭЦП, нужно пойти в ЦОН. Вам тоже в считанные минуты выдадут электронно-цифровую подпись, на удостоверение личности запишут, вот, который нового образца у нас с чипом. И с помощью этого устарения вы можете подписывать свои запросы через портал электронного производства. Очень просто. Конечно, вопросы возникают, если вы хотите научиться, в ЦОНах есть такие уголки, которые называются уголки электронного производительства, connection point. Операторы ЦОН обязаны, человека, изъявившего желание научиться пользоваться электронным производством, они его там обучают, это их показатель эффективности, KPI. Они прямо в записку к человеку перевели из традиционного формата в электронный формат. Там вас же обучат, вам же дадут удостоверение с ЭЦП, и там же вы сможете попробовать эту услугу. А дальше вы уже дома можете то же самое делать со своего компьютера. Уже в ЦОН не надо будет идти. Руслан, вот, мне кажется, все-таки у наших телезрителей, Гратн, нет все еще сомнений какой-то гложек внутри. Доверие, доверие. Как вы думаете, что надо, чтобы улучшить эту работу? Кроме грамотности, я думаю, еще какое-то есть сомнение. Не верится еще. В принципе, показатели, которые мы сейчас имеем, количество миллионов выданных услуг, я говорю, 90 миллионов электронных услуг, 3,5 миллиона зарегистрированных пользователей. Это те, кто на портале зарегистрировались, то есть активно могут получать за себя справки. Ну, если взять где-то активных у нас сколько? Где-то 7-8 миллионов, да? Ну, да. Мы не можем говорить, что у нас уже там 100 или 80% уже все пользуются. Но нужно обратить внимание, 3,5 миллиона – это всего зарегистрированных. 1,5 миллиона – это зарегистрированных в прошлом году за весь 2014 год. То есть практически половина только за прошлый год, хотя портал существует уже с 2006 года. Мы можем сказать, что у нас большая перспектива. Динамика очень большая, перспектива огромная. Вот теперь можешь сказать, какие министерства активные, государства, органы активно работают? Да, наиболее активным, я сразу могу сказать, это министерство юстиции. Мы с ними очень хорошо работаем. Вот справки по недвижимости, ЗАГСа, услуги по ЗАГС, по линии ЗАГСа, по регистрации юридических лиц, нотариальные услуги. Хорошо работают... Нотариальные, я помню, тоже было много шума было. Да, я... Блоки отказывались. Поэтому... Тайна наследственности, я помню. Я думаю, сейчас тоже есть и время будет, поэтому насчет этого проекта тоже хотелось бы сказать. Очень хороший проект. Следующее министерство – это, я могу отметить, Министерство труда и социальной защиты населения. Одна из первых систем еще до электронного правительства, которое существовало – ГЦОП система. Вот плохо идет Министерство здравоохранения раньше, я помню. Вот я бываю часто у врача на приеме. Вот они сидят только на машине, на компьютере, одним пальцем работают. А когда они будут меня обследовать? Ну, это такое тоже... Они закладывают эту информацию, да? Может быть, я тогда сейчас еще три госоргана перечислю примерно, да? Ну, пожалуйста. Потому что я бы... В принципе, все госорганы работают. Я просто хотел бы перечислить Минюст, Министерство труда, ну, сейчас Министерство здравоохранения и социальной защиты, Минфин хорошо работает. Это Министерство внутренних дел по адресной справке. А практически мы со всеми госорганами работаем. Генеральная прокуратура, Верховный суд. Да, очень хорошо мы с ними работаем. Они прямо недавно создали вот эту новую форму кабинет. Кабинет Верховный суд создал, да? Да, мы с ними, кстати, интегрировались. Есть такое понятие, как «single sign-on» – это единая авторизация. Если вы на портале электронного пресса зарегистрированы, зашли на портал, вам не надо на их системе зарегистрироваться. Нажали на ссылку, сразу получили, уже авторизовались на их системе. То есть вы ходите между системами, как будто в одной системе ходите. Верховный судом такую вещь сделали. И еще? Кабинетом налогоплательщика Минфина такую же вещь сделали. Я хотел бы, отвечая на ваш вопрос по поводу того, что врачи тратят больше времени на работу с системой, чем обслуживают пациента. Такая же проблема по проекту «Еленя», которую вы тоже слышали, много было критики по этому вопросу. Система очень хорошая. Но проблема в том, что приходится людям делать двойную работу. По здравоохранению я сейчас точно... Двойную работу делают. Записывают, потом еще закладывают. Бумажные носители еще носят с собой. Я вот по здравоохранению детально сейчас точно не могу сказать, но вот по «Еленю» точно могу сказать, что... Это имеет в виду образование, да? Образование, да. У нас 1159 школ, мы эту систему внедрили. И очень много школ, где учителя активно ее пользуются. Администрация школы понимала преимущества этой системы. Эта система действительно высвобождала время учителя на работу непосредственно с учеником. Ему не нужно было уже составлять планы, не нужно было формировать отчетность, не надо было искать какие-то материалы. Ему нужно было просто вовремя выставить в электронный журнал оценку. И тогда система автоматически формировала различные отчеты. Но так как учителю приходилось бумажный журнал заполнять, потом систему эту оценку ввести, а не у каждого учителя есть компьютер, некоторые переписывали в блокнот, и дома моя мама учительница. Вот я такое замечал, да. И у меня два вопроса маленьких. Первый вопрос – это вы в последнее время очень активно используете смс-сообщение. Да. И второе – это защита все-таки. Я должен беспокоиться о том, чтобы мои персональные данные не ушли куда-либо. Что делается по этим вопросам? Насколько это система защищения? Сначала про мобильные, да, наверное? Вот если можно, тоже немножко экскурс. Четыре этапа я обозначил. Сейчас уже эксперты переходят на следующие этапы. Так называемое умное правительство. Электронное правительство переходит уже в умное правительство. Умное правительство состоит из нескольких компонентов. Это мобильные технологии, это большие данные. Есть такой компонент. Сейчас очень много данных собираются, которых раньше не было. Например, фотоаппараты, которые сейчас у нас по городу очень много ставят, они там в час сотни мегабайт данных, сотни фотографий представляют. Эти же данные не должны просто лежать. Государство должно анализировать и принимать решение, как, например, выстроить правильно поток движения, как оно влияет на аварийность, на дорогах. Вот это все информация, это данные. Мы должны научиться правильно работать с большими объемами данных. Вот мобильные технологии, тоже тренд развития умного правительства. Мы сейчас в этом году запустили мобильное приложение, в котором доступны 50 услуг уже. Но это не только мобильное приложение. Можно получать некоторые услуги через смс. В ближайшее время мы планируем запустить такой механизм, как в банках, как получение кредита без справок. То есть сейчас хоть справки быстро получаете, но все равно их нужно распечатать и в банк отнести. Теперь в ближайшее время мы вот в Жилосбирбанке технически отработали. Сейчас в Минюстер отрабатываем регламенты. Правовую сторону. И вот я думаю, где-то в середине года, если все будет хорошо, запустим. Будет так. Человек приходит в банк, предъявляет удостоверение. Оператор вводит его ИИН. Система отправляет. У нас в системе есть привязка ИИНа к сотовому телефону. К нему на сотовый телефон приходит сообщение. Вы согласны предоставить информацию по вам, банку для такой-то цели? Он может нажать «Да». И банк тогда сразу проверяет. Тут же на месте его кредитоспособность проверили. И все получается. За считанные минуты можно эту услугу оказать. Это и есть подключение мобильного правительства. Раньше такой возможности не было. Нужно было человеку распечатывать дома. Теперь любые... Вот такая услуга, техосмотр, например. Вводите на короткий номер 414 слово «техосмотр» и номер «авто». Вам приходит информация, когда вы прошли техосмотр, когда у вас завершается. Также на СМС... Даже, может быть, налоги мои, транспортные налоги, да? Все. Любую информацию из баз данных теперь можно гонять, как в мобильное приложение, как по СМС, по каналу. Люди ведь иногда забывают оплатить штраф, например. Иногда забывают какую-то услугу получить. А потом... Теперь, защита. Полминуты времени только. Окей. Мы, конечно, уделяем огромное внимание. Понимаем, что это очень важно. Самый важный вопрос электронного правительства. По этой части проводится большая работа как технические, так и организационные меры. Технически у нас дата-центр реализован по всем стандартам. Обеспечивается, во-первых, отказоустойчивость, пожаротушение, кондиционирование. Всегда система доступна. Следующее. Есть специальные средства защиты информации. Системы от внешних атак, от атак перегрузки систем, антивирусные и много-много других видов всяких решений. Даже защита от действия администратора. Администратор какие-то функции выполняет, эта информация вся логируется и предоставляется заказчику. В меню, если мы только механизм реализовали. Даже администратор не знает, что видит заказчик. Теперь, конечно же, с каждым администратором подписываются специальные соглашения. Он несет ответственность за любые свои действия. Имеет доступ к данным госсекретам. Каждый администратор, который с этим работает. И у нас есть специальные планы управления рисками. Спасибо. Время нашего эфира заканчивается. Напомню, что сегодня у нас в гостях был представитель управления акционерного общества национальной информационной технологии Руслан Сапегович Инсибаев. До свидания. А вам огромное спасибо. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!